Станция Ульяновск-3 уже в третий раз встречает регулярный контейнерный поезд из Китая. К нам он прибыл из провинции Сычуань, города Чинду. И все ради того, чтобы ценный груз достиг финальной точки областных предприятий. В роли оператора выступила портовая особая экономическая зона. В ближайшей перспективе от 4 до 6 поездов, ну далее, конечно же, и до 10 ежемесячно. Потребность такая есть, поэтому непосредственно у компаний Ульяновской области и у наших резидентов особой экономической зоны. Сейчас логистический хаб установлен на территории станции, куда и прибыл поезд. Первый этап – разгрузка, сразу после процедуры растаможки. И уже потом к заказчикам. Одним из таких выступила Ульяновская швейная фабрика. Компания получила ткани для пошива школьной формы на следующий учебный год. Для сравнения, материалы из Европы приходилось ждать больше месяца. На самом деле, китайский – это больше не означает плохой, дешевый, некачественный. Новый китайский продукт – это, наоборот, технологичный, современный, качественный, износоустойчивый. Еще часть контейнеров будет направлена на промышленные предприятия области. В них сырье, оборудование и комплектующие. Все детали заранее подбирают по запросу заказчика. Помимо ульяновских производителей, к ним относятся и наши соседи из Пензенской и Самарской областей. К ним направят около 20-30% груза. Мы здесь находимся в Ульяновске уже более шести лет. И никогда в Ульяновск, по большому счету, логистики хорошей здесь не было. И этот поезд – это как глоток свежего воздуха. То есть мы находимся территориально здесь. Раньше, чтобы получить груз из Китая, нам приходилось везти его в Москву, либо на Урал куда-то. Затем автомобильным транспортом везти его в Ульяновск. А это все влияет на финальную сумму заказа. Скорректировали логистику по поручению правительства области. Сейчас к проекту присоединяются и московские предприятия. Это доказывает – поезд необходим. Так снижается нагрузка на действующие маршруты из Китая. К примеру, по воздуху. В планах настроить логистический хаб на территории особой портовой экономической зоны. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда. ТВ.